Девушки отдыхают Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Лаура Иванова. И сегодня в программе. Благотворительный марафон по сбору средств на лечение Яны Чижовой. В доме номер 12 по улице Кооперативной нет отопления. Новая акция компании «Пульс» безлимитный интернет. Новая акция компании «Пульс» безлимитный интернет. Учителей и школьников организована благотворительная ярмарка. Ребята продавали свои поделки и самостоятельно приготовленную сладкую выпечку. Мы очень счастливы, что мы помогаем окружающим людям, которые нуждаются в помощи. Да, мы очень хотим помочь Яночке. У нас было собрание старост в школе, где объявляли, кто хочет, по желанию. У нас многие согласились, испекли сами пироги и вышли продавать. Жители города, узнав о беде, которая произошла в семье Чижовых, приняли активное участие в благотворительных мероприятиях, которые были организованы для сбора средств на дорогостоящее лечение. Билеты на марафон распродались за три дня до начала акции. Курс ей обязательно реабилитации. Реабилитация у нее должна быть очень долгая. Поэтому, чем можем, я очень рада, что люди вот такие, организованные, пришли, чтобы помочь ребенку. Знаете, как говорят, с миру по нитке, голому рубашку. Так вот у нас. Дай Бог им всем здоровья, что они пришли. Союз Десанья Ковазова, как общественная организация города, участвует в этой благотворительной акции в помощи Яни Чижовой в подготовке к ее реабилитации и собрал определенную сумму денег. В благотворительном концерте приняли участие лучшие творческие коллективы города. К родителям пострадавшей девочки обратился один из организаторов марафона, заместитель директора городского дворца культуры, председатель совета отцов Андрей Петров. Что мы рядом с вами? Что мы разделяем вашу виду? Наверное, потому что мы живем в одном городе, ходим по одним улицам, дышим одним воздухом. Это, наверное, просто потому что мы люди, и, наверное, пути Господня неисповедимы. В завершении акции комиссия подсчитала собранные деньги. Общая сумма составила 341 665 рублей 25 копеек, которая и была передана родителям Яночки. Большое спасибо школам, деткам, которые собирали на микроскопы, на телефоны. Я знаю, что есть такие, были такие детки, которые отдавали эти деньги, узнавали про Яну и отдавали их. В ящики клади, передавали родителями нам. Большое спасибо всем горожанам нашим, которые откликнулись, которые не остались равнодушными. Всем, ну всем, кто просто не оставил нас. Спасибо. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. В доме номер 12 по улице Кооперативной нет отопления. С таким тревожным сообщением обратились жители в нашу редакцию. В ситуации пытались разобраться наши корреспонденты. В редакцию пятого канала обратились жители дома номер 12 по улице Кооперативной с жалобой на недостаточное теплоснабжение. Почти месяц ответственные лица не могут решить проблему. Самая главная проблема нашего дома на данный момент – это отопление. Люди жалуются, постоянно приходят, звонят в 0,5. О том, что холодно в квартирах, до 14 градусов в крайних квартирах опускается температура. Прежде чем обратиться на телевидение, жильцы неоднократно обращались во все инстанции, которые имеют отношение к организации и предоставлению коммунальных услуг. Говорят, что приняли к сведению, приняли к сведению и разберутся. Были с депутатом также у Авдошина на приеме. Тоже все нас хорошо встречали, хорошо рассказывали, что все будет у нас хорошо. Сказал, что разберется. Мы звонили директору теплосетей, потом лично с ним встречались. Тоже он дал задание всем разобраться. Примерно с полпятого вечера до восьми утра абсолютно неживая батарея. Понимаете, один стояк горячий, один холодный. Так уж не может быть. Приезжают, спускают воздух. Одна теплее, другая одновременно становится холодной. Это же неправильно. Причем не только у нас, а практически в каждой квартире. Вместе с жителями дома номер 12 добиться решения проблемы пытается депутат 17 округа Станислав Потаков. Первое обращение было, чтобы поставили на контроль корпоративный 12. Был представитель жилищно-коммунального хозяйства, сказали все поставить. Уже многие годы в период отопительного сезона жители дома страдают от недостатка тепла в квартирах. Станислав Потаков считает, что проблема может быть решена только комплексно. По моему мнению, недостатки и у теплооснабжающей организации, и у управляющей компании. Управляющая компания должна затеплоизолировать трубы, которые существуют у нас в подвальном помещении, чтобы теплоэнергия не тратилась на отопление помещения подвального. И у теплооснабжающей организации повысить подачу давления. Лаура Иванова, Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. В Азове продолжается работа по уборке снега. Техники коммунальных служб достаточно для того, чтобы своевременно расчищать городские дороги. Об этом сообщил специалист предприятия «Чистый город» Виктор Зайцев. В соответствии с правилами благоустройства на территории города Азова наводится чистота и порядок. Это происходит в зависимости от времени года. Мы сейчас вступили в осенний-зимний период. Он начинается с 15 ноября по 15 апреля. Надо сказать, что собственники объектов недвижимости, земельных участков, малых архитектурных форм, ответственность возлагаются за уборку на этих лиц. Что касается муниципальной территории, то здесь уборку производит специализированная организация «Чистый город». Вот сегодня вы видите результаты их работы. Убран снег, складирован. И снега очень много. За последние 4 дня было вывезено 456 кубов. И эта работа продолжается. В канун Нового года, наверное, каждый думает о том, как сделать подарки друзьям, близким и коллегам. Возможно, посетив салон швейцарских часов «Лимонтер», многие найдут ответ на один из важных вопросов, возникающих в предновогодней суете. Несколько лет назад в Азове открылся салон швейцарских часов «Лимонтер», ассортимент которого оценили истинные почитатели непревзадиванного качества. Салон «Лимонтер» является авторизованным дилером представленных в нем часовых марок. Для вас, как покупателей, это означает, что вы покупаете часы оригинал, на которых, естественно, распространяется гарантия фирмы-изготовителя и, соответственно, весь сервисный центр, полностью весь спектр услуг нашего салона. Магазин предлагает более 300 часов разных марок. Несколько тысяч моделей представлено в фирменных каталогах. В нашем салоне представлено очень много известных брендов. А в приоритете, конечно же, компания «Эпос». В первую очередь, эта компания славится ручной сборкой, что немаловажно, редкими механизмами, такими, как «Песо», например. С каждым годом все реже и реже выпускаются эти механизмы, что является наиболее привлекательным для коллекционеров. очень интересные модели с лунным календарем, из женских интересные модели с бриллиантами, огранки, ток в эсэлшен. Ну и, конечно же, мужские часы и механические, и водозащищенные, с водозащитой 20, 30 и 50 атмосфер, что позволяет в них плавать, заниматься спортом, дайвингом. Уже много поколений швейцарские часы пользуются авторитетом среди клиентов, поскольку умеют объединять функциональность и ценность с сбалансированной эстетической формой. В нашем салоне представлено несколько известных швейцарских брендов. В первую очередь, это самая популярная компания «Тесо», средний класс, однако здесь представлено очень много различных моделей, механика, кварц, женские часы, украшенные бриллиантами. Главное, что компания «Тесо» является старинным брендом. Год основания 1853, так что в этом году уже 162 года. Особое внимание в салоне уделено интерьеру. Изысканная английская элегантность прослеживается в каждом элементе декора. Наш салон выполнен в английском стиле. Этот стиль просто по духу близок к швейцарским часам. В швейцарских часах хорошо и уютно, комфортно. И в нашем уютном шале тоже уютно, комфортно. Мы очень надеемся, что вам понравится. Каждый покупатель магазина получит сертификат на сумму 1000 рублей, которым он может воспользоваться в любое время. Особенно актуально это предложение в предновогодний период. В нашем салоне представлено более 300 моделей. На которые в преддверии Нового года, естественно, будем рады сделать вам приятные скидки. И вы сможете порадовать себя, своих близких, качественными подарками. Наручные часы нужны не только для того, чтобы ориентироваться во времени. Главное, они могут подчеркнуть индивидуальность образа и статус. Если вы цените точность и качество, посетите салон LeMontor. Благодаря широкому ассортименту каждый посетитель салона выберет себе эксклюзивный подарок. Сотрудники салона ждут вас ежедневно по адресу улица Ленина, 75, с 9 до 18 часов. Ждем вас в нашем салоне. Уважаемые жители города Азова, предупреждаем вас об участившихся случаях мошенничества. Неизвестные лица представляются сотрудниками компании «Пульс». И с целью проведения несанкционированных монтажных работ проникает внутрь подъездов и на кровлю домов. Будьте осторожны. Для подтверждения личности требуйте удостоверения работника компании «Пульс». В противном случае звоните 02. Сегодня после прогноза погоды смотрите новый выпуск программы «Бум» детской студии Култыва Шоу. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok